Доброе утро, друзья! Всем доброе утро! Ну что, начинаем новый день. Я через центр иду, через Орега. И сейчас еду к Тане. Она первый день после отпуска. У неё три недели, по-моему, был отпуск. Ну и вот, наконец-то я дождалась. И еду к Тане, везу костюм. Сейчас шла женщина, когда меня посмотрела. Что я поняла, что она, наверное, меня знает. Так вот, везу костюм косовский, который я купила с Экон Хэнзи недели три назад. По Мани, пятинедельный. Очень ждала, никому не хотела идти, кроме вот как Тане, чтобы она переделала мне костюм. Так что я сейчас в Орега... А, я сказала, людей очень много, а я иду, знаете, с вами разговариваю. Как-то немножко стрёмно. А после Тани мы с вами поедем в Долы. В Долы ярмарка-выставка, как-то так. И меня туда пригласила Юля. Она там участника. Юлю, я думаю, помнят. Мы с Юлей ходили... Гуляли один раз по городу. И ещё один раз ходили на барахолку. Так вот, Юля там участник. И вот она меня пригласила. Кстати, я записалась на экскурсию. Это в Латвии. Я не знала про это место. И прямо вот так сейчас вам точно не могу сказать название. Но это монастырь. И мы едем вот буквально через три дня. В общем, в воскресенье, по-моему. Едем на экскурсию. Я спросила сразу, можно ли снимать. Мне экскурсовод сказала, что да. Что можно. Ну, может быть, не во всех там, знаете, местах. Но можно. Поэтому я вот вам сейчас заранее объявляю о том, что мы с вами едем на экскурсию. Экскурсия. Субтитры сделал DimaTorzok 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 приехать на примерку она разошьет по лакам сделает клинышки или как она там сказала что возможно не надо клинышки будет ставить а просто расшить ну очень ладно таня меня убедила что нужно приехать на примерку и тогда уже шириной брючины вот с длиной точно такая длина как сейчас а вот а вот там по бокам но я кому-то мешала иду спокойно никого не трогаю машина ездит но вы чем так медленно ездить а я и оказывается мешала проехать дальше в общем ладно надо будет приехать с брюками на примерку все опять немного рассказываю ой какой хороший ветер друзья градусов 21 22 и когда нет ветра очень жарко но ветер есть он прохладные он классный и не так жарко сегодня как было вот была прошлая неделя ну вот я не успела 15 автобус а мне туда вот еще на остановку бежать в результате надо будет ждать следующими 15 автобус не так часто ходит хотя таня сказала что есть еще до долл и идет отсюда 49 автобус кстати я не совсем понимаю вот это район пути он очень большой он туда вот идет и идет а это район уже плявники но мне так казалось хотя вот скажите мне кто знает может быть я ошибаюсь может быть все таки начало района плявники туда дальше а это еще пульс и чем все наши спальные районы а портимся плявники это спальные районы все очень зеленые очень центре города мне как-то говорили вот у вас там так мало деревьев но центр города строился когда он строился там не планировалось много деревьев зато у нас центре города очень много парков 15 автобус ушел вот тринадцать пятьдесят две и сорок девятый надо посмотреть так а вот следующий последующие 13 50 2 14 22 вот я говорила через каждые полчаса 15 автобус а таня мне горит да нет нередко так сорок девятый сорок девятый сорок девятый тоже ушел буквально минут 10 и теперь через час ну ладно буду ждать а что делать а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот там Это здание, это бывшее здание детского сада И вот в детский сад я ходила А вот там, вот там Жила моя бабушка Кстати, вот этот дом Он еще с тех пор, когда я была маленькая И мои очень хорошие воспоминания Ну как хорошие? Не хорошие, конечно А воспоминания того, что Как-то раз я ушла из садика Был вечер Я помню просто, что было очень темно И я пошла к бабушке А бабушка вот там За этими домами Там был барак Где жила бабушка Надо было как-то через речку пройти Там был огород бабушки В общем, какое-то, знаете, печальное воспоминание Я не любила этот садик Потому что я очень не любила Я очень не любила овощной суп А суп в те времена варили Из капусты, морковки И на молоке Почему на молоке Молочный суп Вместо, знаете, там Какие-нибудь макарошки, например Именно капуста и морковка Во-первых, отвратительно пахло Не знаю, почему этот суп Так плохо пах Ну и вот у меня воспоминания с детства В садик Я иду вечером одна В темноте мне страшно Я не знаю, почему То ли бабушка с мамой не договорились О том, кто меня заберет из садика Я не знаю Я не помню этого И вот этот суп У меня на очень долго в моей жизни Вот такие воспоминания негативные Давайте поедем до второй этаж Потому что Юля сказала Что ярмарка, на которой она участвует В которой она участвует На втором этаже Здесь был магазин В котором я работала Магазин Мужской одежды Ну на тот момент Мужской одежды И в принципе тоже все поменялось Тут не было так Было по-другому Ну вот там я вижу уже столы Там, где ярмарка проходит Вязаные изделия Року Дарпс Ручная работа Смотрите, какие красивые украшения Ой, янтарные Янтарные браслетики Спасибо Вот это тоже Спасибо Ой, посмотрите, какие красивые брошечки Яблочко, груша Красиво Вот же народные умельцы Как красиво делают Это все из бисера Я уже прошлась, Юля Приду, приду Я же обещала Ну как же я ненадежна Я, конечно же, обещала И пришла У меня то замечание сделали Что я снимаю Продавец магазина Юля, напротив же там тоже, да, ваше? Вот те Да, 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 да Просто я Просто я Сначала то увидела Не могла раньше Раньше я занята была Вот посмотрите, какие красивые Юля Рисует картины Ой, ежик в тумане Кто помнит, Юля Очень любит котов Коты Это тема Юлина Ну вот Если взять, Юль Поближе показать Я вот и вот его Ну я их много рисовала И я с ним записалась Да? Познакомилась Молодец Посмотрел меня Нет, нет Вы с ним даже поболтали Слушай, по английски говорили Вот такой же Всемирно известный японский рисовать Серьезно? За Азовку, да Красота И он так ему понравился У меня там по лайку Я говорю, у Вермеера, к сожалению Не могу спросить У Климта Ну Что за звуки Я прообщалась Ну вот Как я обещала, Юлия приехала Пока Юля занята Покажу вам рядышком Смотрите, какие интересные брошки Люди для любви Как это сейчас актуально, друзья? Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! денежное деревце маленькая слоник слоники сделано чудесная 5 евро всего посмотрите чудо какое да мы с вами приехали даже не знаю как это сказать вот рынок кенгаракс вот там центр идет оттуда трамвай в длинные магазины вот что такое длинные магазины было несколько вопросов вот видите это здание вот это здание там идут в ряд 4 или 5 зданий и это называется длинные магазины просто был вопрос лена где-то понравилось потому что я показывала там second-hand и в том числе лавка старьёвщика я так назвала этот магазинчик он винтажный антикварный у меня спрашивают ли на где этот магазин так как я адреса вообще не запоминаю так возьмите я вам показываю трамваи с центра города кенгаракс тыргус и вот там вот на той линии вот эти магазины где там находится как магазин лавка старьёвщика также и second-hand и и не только я принципе приехала сюда но вот по дороге из долл и потому что долл и вот там я решила выйти и зайти здесь прошу раз когда я была снимала на второй канал я зашла в магазин и увидела там без галтера так вот я такой без галтер как мне кажется которые здесь есть я купила на базе в плявниках где когда вам показывала эту базу с магазин и магазин магазин маска вас 250 е 250 корпус 1 и вот там идут магазин дома один за одним и типа 250 корпус 1 250 корпус 2 и тут очень много магазинов в том числе и секонд-хендов и вот этот дом там где видите красная и вот там это лавка старьёвщика как я ее обозвала а я хочу зайти в этот магазин здесь знаете как как такая мини ярмарка что ли несколько отделов вот я сюда хочу зайти а потом кстати давайте зайдем с вами и в эту лавку старьёвщика а вдруг что-нибудь интересное вылежу тут есть из-за без галтера вот именно такая фирма я вижу что есть потому что там на базе когда я была я увидела эту бирочку и вспомнила что я что-то видела они мало мерки то есть видите 110f меня 90 и вот эти 110 замечательно сели на мои 90 там когда я покупала сразу сказали что они мало мерки и я вижу даже вот бежевый если это эта модель то отлично и я знаете хочу просто купить не 110 а больше но тоже f и тогда чуть-чуть доделать его чтобы на объем мой был но зато чашка будет хорошая мне еще лучше чем сейчас такой знаете как отдельчики вот большое помещение и разное дело трусов много видите выбор больших трусиков а та сторона там одежда там зонтики обувь в общем такой знаете как мини базарчик и кстати здесь потому что не ловится у нас не ловится уже два года как закрылся магазин но в этом отделе как я поняла тоже есть не ловится а я не ловится потом про эту фирму вам расскажу бюджетер я купила сейчас мы зайдем с вами в магазин но знаете так обзор не буду сделать эти что-то понравится что-то интересного вижу то вам покажу потом мы с вами пойдем по пообедаем а знаете я в таких местах если честно теряюсь так много всего что ты не понимаешь чуть она дачу не надо и короче вот видите еще раз показываю вот лавка старьёчика скидка 50 процентов наверное вот там остановки и вот этот весь дом это магазин сплошные магазины потому он и называется длинный магазин потому что здесь во всех этих домах их 4 или 5 подряд тут идут только магазина я зашла в кафешку здесь на линии очень вкусно вот такое бестро кафе очень вкусные булочки пирожки и я взяла пообедать уже заплатила 370 салютку под шубой не пробовала ни разу а вот заливная куриная прошлый раз мне понравилось и также кусочек хлебушка взяла всем приятного аппетита покушала я довольно вкусно хотела показать вам без гаффер который купила показать рассказать про него очень много людей пришло и я уже так как пообидовала то нужно было освобождать место поэтому сейчас я уже еду домой сытая довольная уставшая потому что сегодня много времени право проездила время уже почти пять вечера так что если не поленюсь покажу вам дома и расскажу если поленюсь значит в другом блоге покажу все спасибо вам большое за просмотр я сразу на всякий случай прощаюсь спасибо за просмотр мира и добра и всем пока пока друзья